Привет всем! Добро пожаловать на наш канал! Сегодня у нас очень особенный выпуск, потому что мы собираемся погрузиться в захватывающий и таинственный мир Нлу. Это тема, которая вызывает много споров и дискуссий. Некоторые утверждают, что видели Нлу, другие считают это всего лишь вымыслом. Но что же на самом деле происходит? Сегодня мы попытаемся разобраться в этом вопросе. Пристегните ремни, потому что это будет незабываемое путешествие в неизведанное. Начинаем! С самого начала современной эры Нлу в послевоенные 1940-е годы термин «летающая тарелка» был преобладающим в описании летательных аппаратов, которыми, по предположениям очевидцев, управляли инопланетяне. В 1960-х годах, в разгар холодной войны и войны во Вьетнаме, летающую тарелку вытеснила новая форма «летающий треугольник». Это совпало с ростом популярности кленовидных самолетов, которые становились все более треугольными по мере совершенствования технологий стелс и передовой аэродинамики. Сегодня часто высказываются предположения, что замеченные треугольные НЛО – это и есть кленовидные самолеты, или какие-нибудь сверхсекретные прототипы следующего поколения. Но один человек, который не согласен с таким предположением, авиаконструктор, писатель и свидетель многочисленных НЛО, включая треугольный, убежден, что это летательные аппараты из другого измерения. Может ли он быть прав? Каковы его доказательства? Калин Сандерс, автор книги «Треугольные НЛО Великобритании», в которой собрано более 130 свидетельств очевидцев о наблюдениях треугольных НЛО в Великобритании, включая его собственные. Книга Сандерса – это не просто список, но и анализ деталей, связанных со многими наблюдениями, особенно с возможными встречами с инопланетянами, пропажей времени и встречами с людьми в черном. Разумеется, в книгу включен глубокий анализ его собственных наблюдений НЛО, его биографии и того, почему он считает, что существует тесная связь между НЛО и паранормальными явлениями. Сандерс рассказал об этой встрече с треугольным НЛО в 1999 году. Он ехал в машине вместе с женой, дочерью и тещей, которые также были свидетелями летающего треугольного НЛО размером с дом. В своей книге Сандерс объясняет, что его образование и опыт связаны с черчением, он был чертежником-электриком. Чертежником технического дизайна и проектировщиком авионики гражданских самолетов. Этот опыт пригодился при анализе его встречи с треугольным НЛО и других 130 случаев, описанных в книге. Несмотря на относительно недавний всплеск наблюдений цилиндрических НЛО тик-так военными летчиками, наиболее популярная форма НЛО, о которой чаще всего сообщается этот треугольник или черный треугольник. Эти объекты обычно темного цвета и видны ночью, поэтому визуальное описание не очень детальное. Сплошной или пульсирующий свет помогает идентифицировать форму и показывает, что большинство треугольных НЛО медленно движутся, а иногда кажется, что они неподвижно зависли. Что касается звукового сопровождения, то большинство очевидцев сообщают, что они бесшумны. Известные случаи наблюдения треугольников произошли над долиной Гудзона в Нью-Йорке в 1980-х годах. В Бельгии в конце 1980-х годов и так называемые огни Феникса в 1997 году над Аризоной. Распространенные объяснения треугольных НЛО варьируются от самолетов до дирижаблей, ракетниц, барашютистов и различных светящихся газов. Но поскольку многие из них появлялись вблизи баз ВВС, их часто приписывают секретным прототипам самолетов, наиболее распространенным из которых является предположительно существующий Черная Манта. Поскольку этот дозвуковой самолетний видимка с конструкцией летающего крыла так и не был подтвержден, несмотря на слухи о его использовании после войны в Персидском заливе, многие сомневаются, что он и есть треугольный НЛО. Сандерс один из них. Я верю, что они могут летать по всему миру совершенно незаметно для нас прямо в данный момент. В интервью газетедели Стар Сандерс сказал, что, по его мнению, треугольный НЛО, который он видел, обладал некой передовой способностью невидимости, намного превосходящей современной технологии стелс. Его четыре или пять последующих наблюдений НЛО только усилили подтвердили это убеждение. Однако именно его интервью с другими свидетелями и его опыт проектирования самолетов убедили его в том, что таинственные треугольники не являются секретными военными самолетами. Как только он материализовался, мы все могли сказать, что он не с этой планеты. Если это не созданные человеком летательные аппараты, то кто их спроектировал, построил и летает на них. У Сандерса есть неожиданный ответ. Сек говорит о том, что НЛО прилетают из параллельного мира, существующего рядом с нашим. Я не верю, что они преодолели тысячи световых лет, чтобы попасть сюда. Это технически невыполнимо. Намного вероятнее предположить, что они тоже с нашей планеты, но и с другой вселенной. Посетители из параллельной вселенной летают на невидимых треугольных кораблях размером с дом. Если бы Сандерс не изучил так много других сообщений, в это было бы трудно поверить. Сандерс не знает, что за существо находится внутри треугольников. Но он считает, что по форме НЛО можно определить находящихся внутри инопланетян. Я думаю, что треугольники, блюдца, сигары и тик-таки все это одно и то же или похуже явления. Летают ли разные виды на разных кораблях, я не знаю. Но маленькие серые гуманоиды фигурируют во многих наблюдениях различных типов кораблей. Он говорит, что множественные формы усиливают аргумент, что это не летательные аппараты, разработанные человеком. Потому что не имеет смысла строить и испытывать столько разных конструкций, это было бы слишком дорого. Кроме того, пилоты-испытатели сверхсекретных военных самолетов не стали бы шуметь над крышами жилых кварталов. Они проводили бы испытания в отдаленных районах, таких как Зона 51. Эти аргументы имеют смысл. Сандерс также критикует правительство Великобритании и других стран за сокрытие информации об этих гостях из другой вселенной. Но возможно, власти пытаются защитить нас, поскольку, как он отмечает, тот факт, что сами инопланетяне не дают о себе знать, говорит о том, что, что бы они ни делали, это не будет хорошо для нас. Однако Сандерс считает, что кое-какую пользу мы извлекли из их технологий. Он уверен, что некоторые современные военные самолеты, такие как стелс-бомбардировщик Би-2 Дух, могли быть разработаны с использованием инжиниринга инопланетных технологий. Наконец, Сандерс считает, что в этих треугольных НЛО, вероятно, есть искусственный интеллект, по его мнению, тот треугольник, который он видел, выглядел как живой. Хотя, вероятно, в больших аппаратах есть экипаж из межпространственных существ, но небольшие НЛО вполне могут быть автономными или дистанционно управляемы. Являются ли треугольные НЛО кораблями из другого измерения, секретными самолетами, созданными людьми, или чем-то другим? Форма и количество увиденных самолетов наводят на мысли о секретных военных разработках, но невидимость, бесшумность и эффективность говорят о том, что это может быть и что-то другое. Почему в Америке призывают раскрыть данные ОПНЛО? Бывший сотрудник разведки Пентагона Довыми Груш сообщил о наличии у американского правительства целых и частично целых инопланетных транспортных средств. Попросту говоря, летающих тарелок. По его словам, власти страны утаивают от общественности сведения о пришельцах. Не так давно мировые СМИ обсуждали признание профессора Станфордского университета Гарри Налана. На конференции уфологов, прошедшей в Нью-Йорке, он заявил, что инопланетяне со стопроцентной вероятностью посещали Землю и, более того, все еще находится среди нас. Также ученый сказал, что присутствовал на слушаниях по внеземной жизни в Конгрессе США и лично знает людей, которые следуют НЛО, совершившие аварийную посадку или сбитые военные. И вот теперь, словно в продолжение темы, экс-сотрудник разведки Пентагона сообщает о том, что в распоряжении правительства есть фрагменты летательных аппаратов и даже целые корабли. Дэвид Груш занимался анализом необъяснимых аномальных явлений в агентстве Министерства обороны. В апреле он покинул свой пост после 14 лет работы. Как он сам уверяет, его вынудили уволиться после того, как он передал секретную информацию. Общаясь с журналистами, Груш признался, что правительство и оборонные подрядчики на протяжении десятилетий находили и восстанавливали фрагменты НЛО. Правда, лично корабли пришельцев не видел и, где они могут храниться, не знает. Его информация основана на обширных беседах с высокопоставленными представителями разведки. «Сначала я подумал, что меня обманывают, что это какая-то уловка», — рассказал экс-разведчик. «Но ко мне обращалось много бывших офицеров разведки, которых я знал почти всю свою карьеру. И они признавались, что являлись частью этой программы». В завершении Дэвид Груш призвал правительство рассекретить данные ОПНУЛО. «Мы определенно не одни. Данные эмпирически указывают на то, что мы не одиноки», — утверждал он. В течение многих десятилетий Пентагон опровергал любые предположения о существовании НЛО. Наоборот, военное ведомство стремилось критиковать сообщения подобного рода. Но в последние годы Министерство обороны США вдруг стало самоинициировать обсуждение этой темы в СМИ. Раскрывая ранее засекреченную информацию, публикуются многостраничные отчеты, обнародуются видеоматериалы о встречах с неизвестными объектами, учреждаются комиссии, проводятся публичные слушания и многочисленные брифинги на эту тему. По словам экспертов, 2% случаев наблюдений НЛО ничем нельзя объяснить. Интерес к этой теме в Америке вспыхивает периодически и совпадает с периодами обострения отношений с другими странами. Россией, Китаем. Многие эксперты считают, что власти и спецслужбы, опасаясь разведывательных самолетов и аэростатов, таким способом побуждают население чаще смотреть в небо и сообщать о необычных объектах. Нынешний ажиотаж начал разгораться в 2017 году, когда глава секретного проекта Пентагона по наблюдениям за продвинутыми угрозами в воздушном пространстве Луис Визанда дал интервью, в котором рассказал об идущем сборе сведений о ПНЛО и их систематическом анализе. Он сразу же обнародовал несколько случаев, например, о встрече авианосца и сопровождавших его истребителей с крупным овальным объектом, который перемещался с очень высокой скоростью, постарался классифицировать неопознанные объекты и признал, что природу и характер движения многих из них объяснить не удается. В марте этого года Луис Визанда, теперь уже бывший директор АТОП, подтвердил существование НЛО и пообещал раскрыть еще больше секретов. «Моя миссия в том, чтобы бросить вызов застоявшейся ситуации последних 75 лет, покончить с секретностью по поводу НЛО и отстоять раскрытие всех тайн», сообщил он. «В конечном счете, мы придем к более полному пониманию этой великой загадки. Он планировал предоставить никогда ранее не публиковавшиеся кадры, не размытые любительские фотографии, а реальные данные и настоящее видео. В эту игру включается все больше официальных лиц». Тема стала модной, многие высокопоставленные чины спокойно рассуждают об инопланетянах, а некоторые даже делятся воспоминаниями о своих личных встречах с ними, что вызывает ассоциации с еще одним массовым движением последних лет «Я тоже». Напомним, в ходе кампании по борьбе с харассментом многие американки начали признаваться в том, что стали жертвами домогательств и насилия, в чем раньше стыдились признаться. Так, о возможном существовании инопланетян рассказали бывшие и нынешние сотрудники американской разведки Джеймс Уолси, Джон Рэдклифф, Джим Си Милан, Джон Бреннан и Эврил Хейнс. Джон Рэдклифф, занимавший пост директора национальной разведки в 2020-х и 2021-х годах, говорил, что его аналитики убеждены, за необычными воздушными явлениями вовсе не Китай или Россия. Некоторые НЛО демонстрируют технологии, которых у нас нет, и, откровенно говоря, от которых мы не способны защититься. Нынешний директор национальной разведки Эврил Хейнс, выступая на конференции «Наше будущее в космосе», на вопрос о случаях наблюдений НЛО ответила, откровенно говоря, мы не в состоянии понять все, что с ними связано. А ветеран разведки Джим Си Милан в телевизионной программе признался, что инопланетные существа регулярно встречались с ним и его женой, впервые появившись в их спальне в 1990 году. Экс-разведчик уверял, что эти встречи были подлинными, а не происходили во сне или в состоянии гипноза. Как предположили телеведущие, ничто даже близко не похоже на это. Они из другого мира или другого измерения, но они точно не наши, не китайские и не российские. И все в правительстве это знают, добавил Джим Си Милан. О том, что власти США в настоящее время занимаются исследованием инопланетных летательных аппаратов, след за бывшим разведчиком Дэвидом Грушем заявил еще один человек, когда-то связанный с разведывательным сообществом. Это Кристофер Милан, ранее занимавший должность заместителя помощника министра обороны. В течение многих лет он сотрудничал с Конгрессом как раз по вопросам неопознанных воздушных явлений. Милан опубликовал статью, в которой также призвал власти страны обнародовать информацию об исследованиях НЛО. По его мнению, это поможет достичь научного прорыва. Если мы освоили внеземные двигательные технологии, они отличаются от всего, что известно широкой публике. Это может вызвать революцию в энергетике, транспорте и науке о материалах, пишет экс-сотрудник Пентагона. Итак, мы подошли к концу нашего путешествия в мир НЛО. Мы надеемся, что это видео помогло вам лучше понять эту тему и, возможно, даже открыло для вас что-то новое. Помните, что вопросы НЛО остаются открытыми, и мы продолжаем искать ответы. Большое спасибо за просмотр. И не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить следующие еще более увлекательные видео. До встречи в следующем видео. Я хочу верить. Димура